За 7 миллионов рублей вы можете купить запас 95-го бензина, которого вам хватит на всю жизнь. Или пойти иным путем и потратить все эти деньги на приобретение автомобиля, которому бензин не нужен вовсе. И это самый эксклюзивный электромобиль в России. Да, вы можете продать Саратов и купить за 12 миллионов рублей Тесла Model X. Или приобрести Nissan Leaf, который начинается 1300. Но все равно вы будете одним из многих. А это Mercedes EQC, причем не просто Mercedes EQC, а его лимитированная версия 1886. И такая тачка, единственная в России. Давай же детально рассмотрим все фишки этого самого редкого электромобиля в нашей стране. Это единственный в мире автомобиль, у которого под капотом находится капот. Давайте его откроем. Эта тачка уникальна тем, что у нее максимум оригинальных частей. У нее свой собственный кузов, своя собственная силовая установка и даже своя собственная платформа. И только подвеска частично заимствована у ГЛЦ. Да и то только наполовину. ГЛЦ это вот такая машина, если кто не знает. А, нет, это ГЛА. ГЛЦ это вот такая машина. А, это ГЛЕ купе. Да, ГЛЦ это вот такая машина. Да, вот. А, нет, это просто ГЛЕ. Короче, они все одинаковые. Вот, например, голубой лифт стоит на парковке прямо рядом с тем местом, где мы снимаем. Быть уникальным на этой тачке у вас не получится. Ну окей, окей. Самым редким электромобилем в России был Москвич 2140, который мы снимали для вас в Питере. И обрати внимание на такую фишку. Дверная карта расположена выше, чем подоконная линия самой двери. И напиши в комментах, как ты думаешь, почему так получилось. Мы понимаем, что аэродинамика это один из главных параметров для экономии у электромобиля. Отсюда произрастает и дизайн этих колес. Вот эти 20-е колеса, продутые в аэродинамической трубе, и созданы таким образом, чтобы создавать минимум сопротивления воздуху. И да, эти колеса доступны только на версии 1886. Собственно, на этой лимитированной версии. Ну и конечно, здесь вместо заправочной горловины, горловина для зарядки. Здесь их сразу две для разных типов зарядки. Есть CCS, есть Type 2. И в продолжении разговора о крутых колесах, вот вам результат работы одного дизайнерского немецкого бюро. EQC в стиле Maybach. Выглядит просто с ног сшибательно, что скажете. Вот это действительно Maybach на батарейках. Ну и конечно, благодаря аэродинамике и получилась такая форма кузова. Более того, получились вот эти фейковые решетки, которые, разумеется, никуда не ведут. Но есть здесь и настоящие решетки. Например, нижняя полностью продувается, а верхняя в данный момент закрыта жалюзи, которые открываются во время движения и также минимизируют сопротивление воздуха. Кстати, посмотрите на размер этой эмблемы. Она больше, чем телефон. И посмотрите на эту светотехнику. Здесь у нас монобровь не только сзади, но и спереди. То есть DRL продолжается от одной фары до другой. И сами фары очень интересно выглядят. Здесь у нас две линзы. И есть еще маленькая линза для подсветки поворотов. Вот она. Я уже неоднократно сказал, что это спецверсия 1886. Что же это значит на практике? Это, как вы знаете, год изобретения автомобиля этой же компании. Какое совпадение. И этим они хотели сказать, что эта электротачка такая же важная эпоха, как и в принципе изобретение автомобиля. Хотя, честно говоря, у Мерседеса были электромобили и до этого. И мне они нравились намного больше. Например, вот этот чумовой СЛС. Так что же на практике означает эта спецверсия? Все очень просто. Это просто тупо самый дорогой электромерседес, который вы можете себе купить. Ну, просто представьте, у вас дофига денег. Вы любите Мерседесы и электромобили. Это ваш выбор. Большие специальные колеса. Специальный цвет только для этой версии. По мне, так это самый скучный цвет, который можно выбрать для тачки. Но здесь он называется серебристый хай-тек металлик. И это делает его немного веселее. У EQC есть версия попроще. 350-я, это 400-я. То есть, самая крутая из того, что можно купить на практике. Это означает 408 лошадиных сил и 760 ньютон-метров крутящего момента. Это означает разгон до сотни за 5,1 секунду. Это очень неплохо. И максималка всего 180 км в час ограниченной электроникой. Да, погоняться с Тесла у вас не получится. Но специалисты из Брабус уже набросились на эту тачку. А мы знаем, что Брабус делает просто сумасшедшие версии. И вот как выглядит EQC от Брабус. У него жесткая подвеска, у него крутой внешний вид, офигенные колеса и разгон до сотни за 4,9 секунды. А максималка все те же 180 км в час. Походу, максимум, что вы можете выжать из этой машины при любых обстоятельствах будут 180 км в час. Ну и давай, наконец, откроем капот. И ты такой, секундочку, ты же только что открыл капот. И здесь ничего не видно и непонятно. Можно только долить охлаждающую жидкость или подзарядить аккумулятор, долить омывайку. Но это единственный в мире автомобиль, у которого под капотом находится капот. Давайте его откроем. Немножко погорячился. Вот так он открывается. Но давайте отвлечемся от электромобиля и взглянем на настоящую швейцарскую механику. Это Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium. В этих часах установлена кремниевая спираль баланса, поэтому модель и называется Silicium. А это значит, что часы устойчивы к магнитным полям, которые распространяются бытовыми электроприборами и мобильными телефонами, например. То есть они не будут спешить. 80 в названии модели – это запас хода, 80 часов. То есть часы продолжают точно показывать время, даже если владелец не носил их 3 дня. Кстати, для автоподзавода они используют энергию владельца. Любое движение твоей руки Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium превращают в запас хода. Корпус из нержавеющей стали, водонепроницаемость, устойчивое к царапинам сапфировое стекло – все это отличительные черты Tissot. Ну и, конечно, универсальный дизайн хоть под строгий дресс-код, хоть под обычную повседневную одежду, как у меня. Кстати, Tissot Gentleman доступны также и с кварцевым механизмом, а также на браслете с синим, черным или белым циферблатом. Да и вообще, в официальном магазине Tissot каждый найдет модель для себя. Переходи по ссылке в описании на официальный интернет-магазин Tissot и выбирай часы, которые понравятся именно тебе. И помни, что при заказе этих часов ты получаешь бесплатную доставку и 2 года гарантии. Здесь у нас находится основной электродвигатель. Этот мотор находится на передней оси, таким образом машина переднеприводная. Но есть и второй электромотор на задней оси, который включается только при необходимости. Например, когда вам требуется резкое ускорение или полный привод, что характерно. В базовом режиме автомобиль моноприводный, ну то есть передние ведущие колеса. Емкость батареи 80 кВт-часов. И на практике это означает, ну по крайней мере заявленным Мерседесом, пробег в районе 400 км на одной батарее. И на практике, конечно, у вас не получится проехать 400 км. Сейчас здесь компьютер показывает 339 км до пустого бака. И я думаю, что и это тоже туфта. Потому что машина стоит в теплом помещении. И в жизни все не бывает так хорошо. Кстати, о подвеске. Недавно Мерседес представил концепт 4х4 в квадрате на базе вот такого EQC. Вот как он выглядит. И это реально круто. Ну и конечно подписывайся на наш канал, жми на колокольчик. Выбирай там функцию получать все уведомления. Иначе YouTube забьет и просто не уведомит тебя о наших новых нереальных выпусках. А еще переходи по ссылке в описании на нашу школу YouTube, в которой мы раскрыли все секреты о том, как стать популярным блогером и начать зарабатывать. Используй этот шанс. Концепция Мерседеса EQC в том, чтобы создать электромобиль, который при этом был бы Мерседесом. То есть типа вершины автомобильной эволюции. И здесь это так. Но есть некоторые интересные особенности. Например, выбор материалов отделки. Ну помимо вот этих музыкальных панелей, которые сопровождают нас на протяжении всего салона, мне очень нравится необычный выбор самих материалов. Вот эта текстурированная, крашеная синяя кожа. Эко-кожа так называемая. Честно говоря, по-русски просто дермантин. И, ребята, панель отделана шелковистой тканью. Представляете? Тканью. Такого я не встречал реально нигде. Ну вернее, один раз я арендовал машину в Италии. Это был Лянчо Эпсилон. Лютое дерьмо. И у нее панель была отделана лосиной. Вы представляете, женские лосины. Вот с таким еще небольшим начесом. Вот так была отделана панель. То есть, если вы на нее что-то проливали, то вам надо было продать машину, потому что иначе вы от этого избавиться не могли. Здесь, конечно, покруче все это выглядит. Мы снова поспорили с оператором. И он поправляет меня. Говорят, Леха, это не шелковистая ткань. Это материал, из которого раньше делали куртки. Люди, которые жили в Советском Союзе, называют это словом баллонья. Ткани, с которой сейчас шьют светоотражающие пуховики. Вот что-то похожее. Выглядит очень круто на самом деле. Здесь у нас стандартные для Мерседеса два монитора, соединенные одной рамкой. Каждый монитор по 10 и 25 дюймов. И давайте уже, наконец, оживим эту систему. Другими словами, заведем этот автомобиль. Вот, собственно, и все. Синяя подсветка повсюду. Огромное количество информации на правом приборе. Эта модификация, это самый топ из возможного. И по этой причине здесь установлена топовая акустика Burmistr. Круче которой в Мерседесе ничего не звучит и ничего, в принципе, нет. И давай теперь посмотрим на центральное меню. Потому что здесь столько всяких фишек, о которых никто из нас никогда не слышал. Выбираем Dynamic Select. Это изменение режимов движения. И видим, что здесь помимо индивидуального, так, спокойно, индивидуального, спортивного, комфортного и экономичного, есть еще один. Это режим Maximum Range. В ходе которого потребление энергии сокращается, насколько это возможно. Я выбрал режим Maximum Range. Максимальная возможная дистанция на одной батарее. У меня здесь появилась аббревиатура MR. И запас хода вырос аж на 5 километров. То есть сейчас здесь написано 345 километров до пустого бака. Еще вы можете выбрать на карте ближайший пункт зарядки и направиться к нему. И автомобиль будет рассчитывать количество зарядки таким образом, что если на улице прохладно и вам осталось немного до зарядной станции, у вас еще есть немного зарядов батареи, он начнет разогревать эту батарею, чтобы подъехать к зарядной станции с оптимальной температурой этой самой батареи. Это позволит ей зарядиться быстрее, чем если вы подъедете туда с холодной батареей. То есть он поймет сколько энергии, сколько из нее можно израсходовать на обогрев батареи, сколько из нее должно остаться в баке на случай, если вы передумаете и уедете. Это суперумная тачка. Кстати, батарея здесь расположена внизу, как обычно у электромобилей, под днищем. Она плоская, имеет жидкостное охлаждение и весит 550 килограмм. О, надо напряжение проверить, Жанонин. Напряжение чего? Ну, есть там что или нет? Вот здесь внутри реально роскошнее, чем в Тесле. У нас, кстати, на канале есть несколько роликов о Тесле. И вот здесь по подсказочке будет аж целый плейлист, на который после просмотра этого ролика я рекомендую вам кликнуть. И там мы рассказывали о Model X и Model S. Внутри Мерседеса вы ощущаете себя, как внутри Мерседеса. Внутри Теслы, конечно, попроще. Там крутой хай-тековый планшет, согласен. Там крутые технологии. Но по материалам отделки и по кайфу внутри салона Мерседес, конечно, выигрывает. У заднего пассажира развлечений здесь очень немного. Вот единственное, что динамики системы Burmister и подлокотник, в котором есть два подстаканника и, собственно, все. Но зато большое спасибо, что здесь в целом очень просторно и нет никаких проблем с размещением. Обычно у тачек, в которых под днищем расположена батарея, приходится поднимать пол и вы сидите чуть менее удобно. Здесь все круто. Единственное, что здесь имеется центральный тоннель, хотя никакого кардана здесь, разумеется, нет и быть не может, поскольку каждый из приводов приводится в движение собственным электромотором, а не тягами, проходящим под днищем. Кстати, сегодняшний ролик мы снимаем в Look Auto. Это официальный диллер Mercedes-Benz на Новой Риге. Обратите внимание на интересную деталь. Здесь на ручках расположены крючки, чтобы вы могли повесить свой пиджак или любую другую верхнюю одежду. И еще вот эта кнопка меня радует. Ей уже триллион лет, этой кнопки. И на месте Мерседеса, конечно, пора бы, наверное, уже придумать что-нибудь новое. Мы тут с оператором поспорили. Он говорит, что, Лех, сюда пиджаки точно не вешают. Сюда вешают сумки из магазина. То есть, представьте, подходит такой человек с двумя тяжелыми сумками, и вместо того, чтобы положить их сразу в багажник, тут и так высокий пол, он делает так, особенно этой женщине. Ну, как он подкидывает. Раз, сюда, такой. А тут еще вторая сумка в руке. Пусть временно пока здесь повисят, заодно и крышку багажника закроют. Вот такой раз, раз, а там топивко взял на выходные. Все, упало, разбилось. В общем, напиши в комментах, как ты думаешь, нахрена вообще нужны вот эти крючки? А у меня на этом все. Большое спасибо, что смотрел. И нам остается только завести этого монстра и послушать, как он звучит о тебе после просмотра этого ролика. Мы рекомендуем к просмотру плейлисты Супер Мерсы и Супер Электромобили. Супер Мерсы и Супер Электромобили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Супер Электромобили. Корректор А.Кулакова